Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Продолжаем читать откровения Вениамина Залмановича Додина. Все это в открытом доступе. Из дневников смерть академика Бехтерева. Фильм я разделила и этот фильм продолжение. Так всех нервных просим удалиться. Всем, кому что-то не так не нравится или слишком долго, я объясняю или говорю. Свободно, youtube большой и, собственно говоря, никто никого не задерживает и никому ничего не навязывает. Тем более здесь нет монетизации. Я трачу свое свободное время и делаю на своем канале так, как я считаю нужным. Итак, вот я здесь читала, показывала с картинками. В этом фильме, скорее всего, картинок будет мало для того, чтобы просто дать эту информацию. Мы закончили на том, что в конце 1927 года ничего уже сделать не могли. Бехтерев, который, как оказалось, уже не раз порывался раскрыть сущность Штерн, деятельности Штерн, был обречен. Лина Штерн — это научный работник. Осведомленный коллегами Крамер знал, что Бурмин явился в дом благоволенных, будучи уже кем-то проинструктированным. Кто эти инструкторы? Они не пытались сделать секреты своих имен. Это были Рейн. Я вам говорила, что в книге правнучки Бехтерева Натальи, Марины Бехтеревой, она говорит о том, что вместе с Бертой Яковлевной, то есть второй женой академика Бехтерева, был некий Рихард Рейн. Он тоже был латыш. То есть Берта, она из Латвии, как бы ее основная легенда. И Рейн, он тоже Рихард Рейн, он тоже из Латвии. Они были знакомы. Правда, Додин, он считает, что нет. Но правнучка и потомки Бехтерева, они считают, что Берта тут была в теме и сыграла свою роль. Они считают, что именно она была отравительницей академика Бехтерева. Но, как мы видим, не только она, тут целая компания, если это было так. Это же проза. Итак, это был Рейн, член в ЦИК и заместитель председателя Всероссийского комитета помощи инвалидам войны Калинина, то есть вот того самого всенародного старосты. И его же Калинина, порученец, шестерка иначе, как Григорий Каннер у Сталина, и тоже не скрывавший имени юный друг любвеобильного Рейна Лёвушка Разгон. Вот Лев Разгон ещё тут фигурирует. Он, кстати, по-моему, жив до сих пор. То есть из той истории, наверное, тоже может о многом поведать. Натаскиваемый покровителем и родственниками подающей надежды провокатор. Вот как о нём Додин говорит. Вот так вот. Пока что газеты объявили читателям, что товарищ Рейн близкий друг покойного. Другое дело, что никто из истинных друзей Бехтерева не знал об этом, как не ведала о том и супруга Владимира Михайловича. Да, она, конечно, не ведала. Рейн не был близким другом покойного, но он был каким-то знакомым его жены Берты Михайловны. Здесь видим, что Додин её, в принципе, выгораживает. Возможно, у него просто мало информации. Не знаю, хотя внучка Бехтерева Наталья Петровна известный академик. Они писали, она в книге прямо написала, что всегда в семье считалось, что именно Берта причастна к гибели Бехтерева. Но в данном случае Додин почему-то у него другое мнение. Но Рейн как-никак член в ЦИК, представитель власти. А разгон, то есть тот самый Лев Разгон, 18-летний, он никем не числился в советской иерархии. Только позднее вырвется он персоны, в зятья аж самого Глеба Ивановича Бокия, главного питерского палача, и продаст его прежде, чем того заметут. Но тут при покойном-то зачем он? Несколькими часами позже, когда окруженный помянутыми друзьями в кавычках и никому неизвестными врачами Бехтерев умер и был похоронен, всю та же пресса сообщила, что неизвестные у постели покойного вовсе не инкогнито какие-нибудь, а врачи скорой помощи Клеменков и Константиновский. Вот теперь вспоминаем фамилию Клеменкова, который был в первой серии. И вот здесь он опять фигурирует. Клеменков и Константиновский. В первой серии Клеменков, он был в непонятной близости с Яковом Этингером. Врачу вспоминать, если не помните, то пересмотрите первую часть там с фотографиями. Этингер, который лечил Жданова, и тот умер, и который лечил главу Москвы Щербакова, и тот умер от сердечного приступа. И Этингер попадает первым в дело врачей. Это вот чтобы напомнить вам, кто такой Клеменков. И вдруг он оказывается здесь, у постели умирающего Бехтерева. Это по сведениям вечерней Москвы. И в других газетах они мельком помянуты и др. Но не это главное. Главное, они после отбытия Бурмина, Рейна и Иофи остались тяжело больным с глазу на глаз. Вот Клеменков и Константиновский. Еще этот Рейн, Бурмин, врач Калинина, и Иофи. И отметив у больного сперва помрачение, потом потерю дыхания и, наконец, коллапс, преснули ему камфру и проводили на тот свет. Вот это пишет Додин. Его такие свидетельства. Его такое мнение. Складывается впечатление, что дело происходило не в центре Москвы, а в рыбсовхозе на Чукотке. Вот здесь перекликается параллель с тем, что происходило с Шатуновым. Что как будто он не рядом, в Подмосковье был, это Домодедовский район, где трассы, все-все работает. А где-то вообще не пойми, на Чукотке какой-нибудь, что ему не смогли оказать должной помощи. То есть вот так же нам рассказывали про то, как спасали Шатунова. Интересно также, что на завтра, 25 декабря, произошло чудо возвращения с Чукотки обратно в столицу. То есть появляются все врачи. Сначала до них невозможно было дозвониться, и вдруг они все появляются уже после смерти Бехтерева. У постели покойного появился цвет советской медицины. Крамер нам уже известный, кроль, гелеровский, минор. Этих я вам не показывала. Сама не знаю. Тоже несчастные. Шервинский, Рассалима и, конечно, патологоанатом абрикосов. О нем я говорила, когда рассказывала о том, что написано в книге воспоминаний и исследований правнучки Бехтерева. О том, что родственники обращались к абрикосову. На каком основании, что вообще, почему сказали, что будет кремация, причем срочная кремация. Они настаивали на экспертизе, чтобы мозг взяли для экспертизы. Но абрикосов сказал жестко, что ничего не будет. Будет именно кремация, никакой экспертизы не будет. Так, продолжаю. Кто еще? Да те же Константиновский и Клеменков, но уже в качестве представителей Народного комиссариата здравоохранения, как сегодня здравозахоронения. Все согласились с диагнозом и поставили исполнить волю покойного, передать мозг Бехтерева в Ленинградский институт мозга. И вот мозг человека, всемирно почитаемого ученого, работавшего до последнего дня без развлечений, домашнего отдыха по 18 часов в сутки. То есть здоровый человек. Несмотря на то, что ему было 70 лет, он пропагандировал здоровый образ жизни. Никогда не пил, не курил и чувствовал себя прекрасно. Прекрасно закалялся. Купался, да, да, прям до зимы, до холодов купался в Финском заливе. Закалялся. Все у него было прекрасно. И внезапно погибшего от случайно кишечного желудочного заболевания. Тот сейчас, по окончанию этого высокого сборища, извлекается абрикосовым. Вот этот мозг великого ученого. Когда извлекается? Где? Да тут же, на столе. Кстати, я хочу сказать, что последствия здесь Додин не пишет. А на самом деле официально считается, что он умирает. Вот сначала у него кишечное заболевание некое. А умирает он от сердечной недостаточности. То есть заканчивается все инфарктом, сердечным приступом. Вот отравление и сердечный приступ. В принципе, то же самое, как у Шатунова. Предполагаемое отравление, от которого не стали его спасать. И далее инфаркт. Итак, когда извлекается? Где? Да тут же, на столе, в квартире, потрясенных чудовищностью происходящего, несчастных стариков, благоволенных. Во исполнении Грозного именем председателя ПЦИК распоряжение. То есть Калинина, Рейна, патологоанатомическое исследование не производить. Мозг передать в Институт мозга в Ленинград. Тело кремировать немедля. Все. Всем присутствующим светилам медицины ясно. Смерть скоропостижна. Закон требует обязательного судебного медицинского вскрытия и исследования. Извлеченный мозг до чрезвычайности увеличен, отечен, значит, поражен токсинами, а также должен быть подвергнут судебно-медицинскому анализу. Всем все ясно, а молчат. И тело ученого из квартиры благоволенных увозится в Шаболовский крематорий. Мозг его и по сей день ищут. Видите, как все интересно. Вот им почему-то нужны головы. Мастер Маргарита, Берлиоз, отсекают голову. И потом она присутствует на бале у сатаны. Булгаков намекает. Булгаков в теме. Он со всеми этими людьми, он знает, он со всеми общается. У него у самого дяди врач, профессор Преображенский, прототип. Он знаком с мужем Веры Мухиной, скульптором Веры Мухиной. И ее муж, Алексей Замков, занимается как раз тоже омоложением, тоже очень и не очень хорошими способами. То есть перемалывается плод на позднем сроке беременности. И из этого делается сыворотка омолаживающая. Вот они чем занимались, эти ребята. И все-все знали, но молчали. Но как написал Булгаков, что самый главный порог человечества – это трусость. И Ешуа сказал Понтию Пилату, передал, вернее, передал Понтию Пилату со своего места казни, что самый главный порог – это трусость. Вот они все знают, все знают. Очень многие не хотят в этом участвовать. Они не хотят общаться с этими людьми. Они стараются их избегать, но они все молчат. То же самое, как все молчат и молчали до сих пор с Шатуновым и Кузнецовым. И они сами много лет хранили тайну. Они ничего не сказали. В результате все равно их убрали. Их убрали, чтобы они ее так и не сказали. То есть, а надо было сказать раньше. Вот когда появился интернет, и Кузнецову не надо было говорить, что я скажу тогда-то. Ну, скажи, что знаешь. Запиши, напиши, что знаешь. Но нет. Трусость. Что пишет дальше? Ну, это все лирика. Человек исчез. Соответственно, исчезли и связаны с ним проблемы. Точно в духе сталинского принципа разрешения кадровых вопросов. То есть, я еще раз говорю, что он не является сталинистом. Видите, он, в общем-то, у него обида на то время, потому что он сам попал в детский интернат. И сам чуть было не стал жертвой вот таких врачей. Значит, все-таки Сталин ничего это не значит. Сталинские ассистенты всегда профессионалы. Следов и скандалов не оставляют. Тем более мельтешащихся, шумливых, попадающих в прессу исполнителей. Для примера, в несчастных случаях с Котовским, Терпетросяном Камо, Фабрицусом, Фрунзе в Нью-Йорке, Хургиным и Склянским в Париже, с Кутеповым и Миллером, у нас с Кировом, Орджоникидзе и с Горьким нет виновных. А всякие там рассказики Пельников, Набоковых, Хрущевых, они и есть рассказы. То есть, все-таки сам Додин, он считает, что Сталин причастен вот именно к этим убийствам. Не знаю, не знаю, очень сомневаюсь. У меня такое впечатление, что та же самая мафия, что и убирала Бехтеревана, и вот именно к этим убийствам и причастна тоже. Ну, это такое мое мнение. Есть мнение историков, которые работают с архивами, а я только беру то, что есть в открытом доступе, и могу высказать свое мнение субъективным. Где бы нам все эти подробности знать, коли бы доктор благоволен, не было с 1916 года консультантом, гинекологом Центральной поликлиники Большого театра по Кузнецкому мосту и активным членом маминого спасения. А значит, и почитателем ее, ее и своей пациентке Катеньке Гельцер, то есть той самой балерины Большого театра, которая была в ученицах та самая Белла Уварова, которую нашли убитые, изнасилованные, и родители, которые тоже попали под репрессии, то есть всю семью уничтожили, чтобы скрыть преступление. Но слухи ходили и запечатлели, и записали, что к этому причастен именно Калинин. И вот Катя Гельцер, она как бы даже и бросила в Калинина статуэтку Мефистофеля. «Быть может, мои бабушка и тетка Катерина с их друзьями не связали бы реплику Бехтерева об истязательнице детей с окружением Калинина. Только ведь несчастье с ученым 1927 года не единственная связка этой преступной группы и объекта Бехтеревского гнева». Вот на этом мы закончим вторую часть. Она такая коротенькая у нас получилась относительно. Ну и дальше продолжим, потому что дальше интересное происшествие в санатории узкое. Я также сделала много исследовательской работы по поводу этого санатория. Я даже туда съездила, но попасть не удалось. На данный момент на территорию попасть нельзя. Там все перекрыто, и якобы там вот эти ковидные больные реабилитации, хотя вроде бы сейчас у нас этого нет, но тем не менее ее закрыли под предлогом реабилитации людей вот этим самым заболеванием, что для меня уже вот такой набатный колокол. Что же они там делают, для чего они прикрыли? Возможно, для того, чтобы идет атака на эту усадьбу, чтобы завладеть всей этой территорией, усадьбу и все это снести. Там еще остались объекты 17 века. Это действительно единственная старинная усадьба, которая сохранилась на территории Московской области, как говорят, настоящая вот старинная усадьба. И за эту территорию идет огромная борьба, но, возможно, это связано еще с чем-то. Не знаю, приходится просто гадать, потому что точной информации никакой нет. Итак, благодарю за внимание. Спасибо всем, кто поддерживает меня, поддерживает мой канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в группу ВКонтакте «Искажения истории», в группу в Одноклассниках «Искажения истории», чтобы быть доступа и связь у нас с вами. И в некоторых группах, вот в Ютубе не все можно размещать, в ВКонтакте тоже, вот где-то что-то частями можно размещать, потому что иногда то там, то там блокируют. Поэтому рекомендую вам быть подписанными на вот несколько ветвей, на несколько групп в разных соцсетях. Такое сейчас у нас время. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует.